С детьми не разводятся. Это лозунг проекта. Но по факту 18 тысяч жителей края не платят алименты. Десяти тысяч им и платить-то формально не из чего. Они официально нетрудоустроены. Однако с запуском проекта ситуация вроде бы начала сдвигаться с мертвой точки. Теперь на базе двух отделений службы судебных приставов открыты отдельные кабинеты, где ведут прием представители центра занятости. Должникам без работы предлагают имеющиеся вакансии, получить образование, если его нет, или научиться чему-то другому. Говорят, результаты есть. Если в прошлом году за 8 месяцев предыдущего года мы изыскали 270 миллионов рублей алиментных платежей, то на сегодняшний день мы уже изыскали более 400 миллионов рублей. Количество граждан, которые начали получать денежные средства официально с трудоустройства, в этом году увеличилось. Но проблем хватает. Далеко не всегда алименщики хотят и готовы идти работать. Их необходимо мотивировать уверенно в Министерстве соцзащиты. Здесь найти ту болевую точку, на что воздействовать, помогают наши профконсультанты, профпсихологи, которые понимают, чувствуют конкретное состояние человека, почему мы говорим из конкретной жизненной ситуации, для того, чтобы сподвигнуть его к принятию решения о трудоустройстве. И уже в дальнейшем мы конкретно рассматриваем, чего не хватает человеку. Навыков, уровня образования. В общем, говорят, каждому подход индивидуальный. Все-таки, чтобы проект давал еще лучшие результаты, необходимо, по словам участников круглого стола, привлекать и другие структуры. С одной стороны, работодателей, чтобы должников устраивали официально, ведь многие из них работают, но в тени. С другой, тот же многофункциональный центр может помочь. Для того, чтобы появились такие своеобразные окна консультационные, да и возможно, трудоустройство. Ну и экстраполяция на федеральный уровень, для того, чтобы такая модель заработала по всей стране. И более того, были изменения в национальных проектах по принципам финансирования. Было доп. финансирование на обучение как раз и переподготовку тех, кто у нас с элементами долгами. К слову, наш проект уникальный. Пока таких в России еще не было. Кстати, в рамках его реализации с апреля 2021 года к специалистам центров занятости Барнаула и Тальминского районов обратилось 279 элеменщиков. 15 удалось трудоустроить. Три человека проходят обучение или переобучение. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.